Не лучше ли кормить питомцев натуральной пищей? Ведь их предки были хищниками? Да, действительно, предки собак и кошек были хищниками. Логично предположить, что самое лучшее для питомца – это кусок сырого мяса. Но, натуральное кормление должно быть сбалансированным. Это значит, что в одной миске должны находиться все источники необходимых питательных компонентов для животного – белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов. При этом важно не только их наличие, но и пропорции – они должны подходить для конкретного возраста и физиологического состояния животного. В домашних условиях создать смесь ингредиентов, соответствующую требованиям организма питомца, очень трудно. Расчет количества каждого ингредиента и калорийности рациона – длительное и трудоемкое занятие, требующее серьезных знаний в диетологии и биохимии. К примеру, неправильное соотношение кальция-фосфора и витамина D может нарушить формирование костей у щенка и вызвать дисбаланс в кальциевом обмене у взрослой собаки. В естественных условиях обитания на натуральных рационах продолжительность жизни у хищников не такая уж и большая. Тогда как современные готовые рационы на основе последних исследований дают возможность продлить жизнь животного до 15-20 лет. Все это благодаря натуральным компонентам растений и соотношению жирных кислот, которые невозможно получить в домашних условиях. Правда ли, что сухие корма приводят к развитию болезни почек и печени, мочекаменной болезни, аллергии, поносам и другим проблемам? Готовый корм супи премиум класса, подходящий питомцу, и соблюдение нормы кормления, наоборот, поддерживают здоровье любимца. Другое дело – неправильное питание. Неважно, готовое или натуральное. От некачественных или неподходящих питомцу продуктов действительно могут развиться проблемы со здоровьем. Если исключить инфекционные и паразитарные заболевания, то основные причины проблем со здоровьем у собак и кошек – это стресс и неправильное питание. Поэтому задача любого владельца – правильно подобрать рацион. Если нет уверенности в выборе корма, лучше проконсультироваться с ветеринарным специалистом и следить за состоянием животного. Провокатором заболеваний, таких как аллергия и МКБ, может быть дисбаланс питательных веществ или наличие ингредиентов, на которые у данного животного появляется аллергическая реакция. И еще одна причина – смешанное питание. Это когда в готовые корма добавляют мясо, крупы или другие продукты. Или когда одно кормление в день – это готовый корм, а другое – продукты со стола. Хотите сохранить здоровье любимца? Не повторяйте такие ошибки. Какой именно корм выбрать? Лучшее решение – это готовый рацион, подобранный с учетом возраста питомца, растущий организм, взрослое животное, пожилое или старое уровня физической активности, низкой, средней, высокой и очень высокой условий содержания, квартира, вольер, физиологических особенностей на данный момент времени. Для активного животного, к примеру, лучше подобрать корм с высоким содержанием белка, жира, л-карнитина, чтобы помочь печени переработать жир в энергию. Углеводы должны быть разные по степени усвояемости и уровню сахара в крови после их потребления, чтобы организм не испытывал недостатка в энергии и не начинал использовать для этого белки. Также приветствуется наличие хондропротекторов и веществ, поддерживающих микрофлору кишечника. Что лучше – сухой корму или консервы? Принципиальной разницы нет. Можно исходить из того, какой корм предпочитает питомец, или сочетать в одном рационе и то и другое. Если говорить о крупной собаке, кормить консервами получается накладно. Они содержат в своем составе до 70% воды и упакованы в железную банку, за которую владелец платит дополнительные деньги. К тому же, компании, выпускающие корма супер премиум класса, делают и сухой, и консервированный корм с одинаковым питательным составом в пересчете на сухое вещество. Их можно комбинировать, но при правильном расчете суточной нормы. Как переходить на кормление новым кормом? Переходить на новый корм нужно только при необходимости и обязательно постепенно. В течение недели в каждом кормлении часть старого корма заменяется на новый. Количество нового корма в миске постепенно увеличивается, пока старый корм не будет полностью выведен. На данном этапе кормление получается смешанным. На постоянной основе кормить питомца таким образом не рекомендуется. Но на период смены корма это просто необходимая процедура, которая убережет питомца от дисбаланса микрофлоры, расстройства ЖКТ или просто неприязни к новому корму. Сколько корма давать? Во всех готовых кормах расчет питательных веществ идет на единицу массы тела. На каждой упаковке есть таблица с указанием, сколько нужно конкретного корма в граммах на общую массу тела животного. Цифры приведены усредненные. На практике лучше внимательно следить за внешним видом и упитоностью животного, так как. Для конкретного питомца могут быть отступления от нормы на 10 грамм. В ту или иную сторону. Натуральный рацион, как правило, более объемный, и нормы здесь другие. Нужно ли давать питомцу витамины, минеральные или другие добавки? Если животное получает высококачественный правильно подобранный корм супер премиум класса и не страдает никакими проблемами со здоровьем, то необходимости в дополнительном введении витаминов и бадов нет. Готовые корма высокого качества содержат все нужные питомцу вещества и в идеальных пропорциях, включая витамины и минералы. Однако питомцам с некоторыми предрасположенностями и заболеваниями может потребоваться большее количество витаминов, минералов и других баф в корме. В этом случае дополнительное введение компонентов корма нужно проводить только под контролем ветеринарного специалиста. Нужно ли исключить домашнюю еду совсем? Каждый владелец должен сделать для себя выбор, как кормить своего питомца, готовыми кормами или домашней пищей. Нужно ответственно подойти к этому вопросу, взвесить все «за» и «против», а приняв решение, следовать ему. Менять режим питания только потому, что не успели купить корм или приготовить домашнюю еду, нельзя. Добавление к готовым сбалансированным кормам домашней еды, пусть даже однократно, сбивает баланс питательных веществ, за который хозяин платит деньги и от которого ждет хорошего результата. Некоторые производители разрешают добавлять к своим рационам кисломолочные продукты, кефир, простоквашу, ряженку и тертые овощи, но только для улучшения вкуса, не более. Вдруг моему питомцу нужен не классический, а лечебный корм? Лечебные корма созданы для питомцев с особенностями здоровья. В чем их отличие от классических линеек? Состав ветеринарного корма обогащен полезными элементами, помогающими справиться с конкретным заболеванием. Однако в зависимости от состояния здоровья у диеты могут быть свои нюансы, и лечебный корм назначается исключительно ветеринарным специалистам. Напомним, что правильное кормление – основа из основ здоровой и счастливой жизни животного. Если вы не уверены в правильности рациона, не экспериментируйте, а обратитесь за консультацией к ветеринарному врачу.